Кулинарная пропаганда Это печеночный мус А паштет всегда в тестяной оболочке Помните у Пушкина Вошел и пробка в потолок Вина кометы брызнул сок Пред ним раздбив окровавленный Дальше не помню, секундочку Пред ним раздбив окровавленный И трюфли роскошь юных лет Французской кухни лучший свет И Страсбурга пирог нетленный Меж сыром лимурским живым И ананасом золотым Обычно Страсбургский пирог Паштет это мясной мус Оболочки слоеного теста Но сегодня я хочу привлечь на помощь Другой раздел в французской кухне И поэтому приготовлю профитроли С нежнейшим печеночным паштетом Из куриной печени А начну я с моркови Ее надо обжарить с луком Так что порежу такими вот кусочками Некрупными, ну и не особо мелкими Чем больше в составе паштета будет Поджаренных лука, моркови Тем слаще он будет, тем ярче будет его вкус Сразу же отправлю морковь на сковороду Обжаривать буду на сливочном масле Его сладковатый привкус в паштете Очень даже в тему, на мой взгляд А теперь лук Нарежу кубиками такого же примерно размера, как и морковь Тут форма на самом деле не важна Все равно потом надо блендером все в труху размолоть Но вот по размеру с морковью Лук должен сочетаться, ну быть примерно одинаковым Чтобы более-менее все одновременно прожарилось И лук сюда же И перемешать Огонь пока средний Но как только луковый сок выкипит Надо будет убавить, чтобы не сгорело ничего Отлично Овощи обжариваются Самое время заняться заварным тестом Рецепт его я вам уже показывал в ролике про фитроли Со сладкой начинкой, по-моему, или с заварным кремом, не помню Ищите, короче, если вам это интересно В соответствующем плейлисте Я его назвал, по-моему, пироги, тесто, пицца, как-то так Здесь тесто точно такое же, как там И готовится так же Но в отличие от того рецепта Вместо 250 мл воды Я возьму смесь воды и молока Пополам Количество все то же самое 250 мл жидкости И 100 граммов масла И сразу же, чтобы побыстрее растворилось все Возьму по чайной ложке Сахара И соли И размешаю Замена части воды на молоко Даст более румяный цвет готовой выпечки И как только закипело, сразу же высыпаю муку Пшеничную Высшего сорта 150 грамм Я ее просеял предварительно И старательно размешиваю деревянной лопаткой Тесто заварное, напоминаю Так что его нужно заварить Ну то есть Прогреть еще на огне Одну, максимум Две минуты Вот смотрите На дне появился налет Все, можно выключать нагрев Это значит лишняя влага выпарилась Пусть постоит буквально минуту Я тем временем все яйца переколочу На это количество муки Понадобится 4 штуки Обычно в рецептах это упускают из вида Но хочу обратить особое ваше внимание Что разница в объеме между крупными и мелкими яйцами Может достигать 30, а то и 35 процентов Разболтаю все Учитывайте это Вот так Что там с овощами у нас Отлично Смотрите, какая красота Уже, я думаю, можно убавить огонь И обжаривать теперь уже до мягкости На совсем слабом А в тесто надо вмешать яйца Понемногу Вообще советуют яйца по одному вводить Так что в нашем случае в 4 приема получается И старательно перемешиваю до однородности Лопатка деревянная Мне кажется ей удобнее вымешивать Так Еще немного Тесто достаточно густое И силиконовое в данном случае Гнулось бы как тростинка на ветру А если для вымешивания использовать металлическую ложку То ей очень легко соскрести со дна Вот этот вот подсохший слой А тесто нам нужно в результате получить однородное Без всяких там сухих включений Смотрите, какая гладкая, блестящая красота Выпекаться профитроли будут у меня в духовке При температуре 200 градусов Минут 20-25 Самое время ее включить Лук и морковь уже в отличном состоянии Пора их смешивать с печенкой Но для удобства измельчения и доведения паштета до кондиции До однородности удобнее использовать в кастрюльку В ней площадь поверхности меньше И сок печени будет меньше выкипать Сначала овощи все до капли А теперь печенку Вот так Старательно сразу перемешаю Огонь средний Продолжу с профитролями Осаживать их на профиль буду при помощи кондитерского мешка Отправлю его в стакан для удобства заполнения Вот так А теперь сюда тесто А раньше, пока я не обзавел с мешком Крутил его из бумаги для выпечки Или осаживал тесто при помощи обычного пальзеренного пакета Отрезав у него уголок Да можно вообще тесто ложкой порционно на противо не выложить Короче, не важно это все по большому счету Просто при помощи кондитерского мешка Проще всего получать Ровные, аккуратные профитрольки Эстетизм, короче На марше Можно поизгаляться разнообразно Например, если давить Просто равномерно У основания противня Получаются такие шарики А если сначала давить по основанию А потом чуть приподнять И выдавить вторую порцайку Получаются вот эдакие шапки мономаха Ну вот так примерно А вот эти хвостики можно пригладить пальцем В смоченном воде Чтобы тесто не прилипало Все, отправляю в духовку Пока они выпекаются Самое время заняться доведением начинки до ума Смотрите, печенка готова Видите, она легко разделяется ложкой на части Теперь надо добавить соли, пряностей и жидкости Молока Ну или если хотите вариант пожирнее То сливок Я хочу попастнее Но прежде чем добавлять все эти вкусности Надо поработать блендером Я воспользуюсь погруженным Количество молока или сливок Определяйте на свой вкус Чем его больше, тем более нежный паштет вы получите Ну это понятно, по-моему, правда? Смотрите, какая красота Учитывайте, что после охлаждения он немного уплотнится И еще В такой вот паштет я добавляю зеленый перец К горошкам Но вообще пряностей выбирайте на свой вкус Вы же для себя готовите Немного, немало Наверное, чайную ложку смело положу И еще немного блендера Вот так Может, пара-тройка горошин пойдет под нож? Не страшно Очень я люблю, когда при поедании Такая вот горошина на зуб попадается Так, что там у нас с солью? Отлично И морковь, и лук у меня были очень сладкие Если у вас не такие, то не возбраняется И сахар сейчас добавить Такой классный вкус Обожаю паштеты Кстати, нагрев уже можно отключить Профитроли готовы Красивые, правда? Остается заполнить их начинкой И я для этого опять воспользуюсь кондитерским мешком Но опять же, если у вас его нет, ничего страшного Профитролину можно надрезать И начинку положить внутрь чайной ложкой Короче, включайте техническую смекалку Вот так Смотрите, паштет я сделал с довольно большим количеством молока И он прекрасно заполняет булочки Вы же знаете, что само название слова профитроли Произошло от профит, выгода То есть, в эти маленькие булочки можно напихать чего угодно Не особенно обращая на внешние эстетические качества начинки Профит А, какая красота Подавать их можно и как закуску, и как пирожки к бульону Выглядит эстетично Какая красота Вкус изумительный Горошинка перца попалась Сразу аж вспыхнулась во рту Ой, прекрасно И помните, что это блюдо Обладает очень классной такой особенностью Сами профитроли можно выпечь за день, за сутки До планированной застолья Мус, вот этот вот, паштетный Вот эту основу тоже можно готовить за сутки А в день че просто заполнить эти булочки Подогретым в микроволновке муссом Отличная штука, извините Нежнейшая начинка Она как масса тает во рту Нет слов Берите способ на вооружение Спасибо за компанию Всем пока Субтитры создавал DimaTorzok